Друзья, всем привет! В эфире канал РВК Лайф, где мы говорим с разными экспертами на интересные темы. И в рамках форума «Открытые инновации» у меня в гостях сегодня Саша Кнышева, выпускающий продюсер фестиваля «Гик Пикник». Саша, привет! Всем привет! Саша, вот фестиваль достаточно давно уже идет в России. Можешь рассказать, пожалуйста, как родилась его идея, кто был инициатором, почему? Ведь фестиваль науки — это, наверное, такой достаточно сложный механизм, который сложно реализуем. Почему именно он? Когда? Что? Подробности? В этом году мы как раз отмечаем 10-летний юбилей. Фестиваль уже 10 лет. 10 лет? Ничего себе! И важно отметить, что за это время он очень сильно эволюционировал. Какие-то вещи менялись. Над фестивалем работало очень много разных людей. Каждый, конечно, привносил свое. Вообще фестиваль начинался как такая небольшая айтишная тусовка. Потом появился упор на высокие технологии и зрелищность. Потом у нас сформировалось очень сильное комьюнити популяризаторов науки. И в последние годы мы очень сильно смотрим в сторону интердисциплинарности и объединения научного знания и донесения его до массовой аудитории. Собственно, вот примерно такой путь за эти 10 лет мы прошли. А вот изначально инициаторы этого фестиваля — люди были как-то связаны с наукой? Нет, на самом деле нет. Напрямую с наукой они не были связаны. А там некоторые из основателей были связаны с айти индустрией. Научная подоплека появилась уже чуть позже. И сколько в целом вот за все 10 лет участников этого фестиваля? Не знаю, подсчитывали ли все цифры. Окей, давай так. Последний фестиваль в прошлом году. Сколько посетило людей? В прошлом году имеется в виду оффлайн фестиваль. Оффлайн, да. Да, так. В Санкт-Петербурге, по-моему, у нас было 20 тысяч, и Москва чуть больше. А, ну это очень хорошая цифра для фестиваля с точки зрения того, что у вас там достаточно такой сложный контент. И это не фестиваль под открытым небом с музыкой, а все-таки достаточно интересный формат и контент. Вот такой момент. Сейчас достаточно много появляется подобных фестивалей на рынке. В частности, по инициативе РВК был запущен фестиваль «Руками». Что ты скажешь про этот фестиваль? И как вообще-то вы и ваша команда относятся к конкурентам? Ну, относимся мы к конкурентам очень положительно. Как правило, с ними дружим и сотрудничаем, обмениваемся идеями, опытом. За «Руками» феста мы следим. Мы уже зарегистрировались на онлайн в октябре. Ну и, собственно, популяризация науки – это такое дело, которое требует кооперации, требует общения и взглядов с разных сторон. Поэтому чем больше людей вовлечены, тем лучше. Это не может быть плохо. А насколько ты считаешь, в принципе, фестивали являются таким важным элементом в популяризации науки? Действительно ли они позволяют это делать и побуждают людей заниматься этой наукой? Либо это все-таки просто фестиваль, такой фан, прийти, повеселиться и забыть про науку? Либо действительно вы заметили тенденцию, что с приходом людей на этот фестиваль они вовлекаются? Вот какие вот основные моменты ты можешь… Тут очень сложно говорить за всех гостей, но в целом, наверное, когда мы готовим контент, мы думаем о том… Не о том, что человек придет на фестиваль и захочет стать ученым. Это очень маленький процент людей все-таки. Мы больше думаем о том, что люди смогут смотреть на мир шире, люди начнут интересоваться и люди начнут принимать какие-то осознанные рациональные решения, потому что ведь научное знание, оно нужно не только, когда ты сидишь в Академии наук и что-то исследуешь, оно очень нужно и в повседневной жизни для принятия каких-то повседневных решений, и мы вот скорее ориентируемся на это. А сложно ли вообще искать поддержку у других компаний, про, не знаю, сообществ для вашего фестиваля? То есть по факту именно бизнес поддерживает такие фестивали? Бизнес поддерживает фестивали. Сразу скажу, что не все. Кто-то хочет ориентироваться исключительно на развлекательный контент, кому-то целевая аудитория нужна совсем другая. Это нормально, это бизнес, и, собственно, мы с этим работаем. Мы четко определили для себя позиционирование, четко определили для себя аудиторию, и поэтому мы совершенно спокойно относимся к тому, что кому-то мы подходим, а кому-то нет. Как правило, те партнеры, которые с нами работают, они имеют те же ценности, те же взгляды и те же интересы, и нам это, конечно, нравится. Сейчас очень важная такая сложная проблема, да, это пандемия. Вот как вы смогли переформатироваться под текущие реалии? То есть, что вы предприняли, возможно, новые форматы. Возможно, вам, в принципе, не надо было особо перестраиваться, так как у вас есть опыт уже проведения онлайн-фестиваля, и вам надо было просто его расширить. Вот как вы сейчас в текущей ситуации работаете? На самом деле пандемия стала таким толчком для нас, для расширения форматов. Мы в любом случае к этому стремились и к этому шли, потому что все-таки два фестиваля в год, один в Санкт-Петербурге, другой в Москве, это слишком мало для нашего довольно активного сообщества. Запрос у нашей аудитории был на постоянное общение, постоянное взаимодействие и со спикерами, и с контент-партнерами. И поэтому мы совершенно осознанно шли на онлайн-формат, и когда все это закончится, я думаю, что мы будем продолжать развивать параллельно два направления, просто оффлайн и онлайн. То есть, я правильно понимаю, что у вас есть цель все-таки проводить фестиваль в других городах? Конечно, мы на это смотрим. Или это просто сейчас, в данный момент, невозможно из-за пандемии, либо вот пандемия заканчивается, предположим, в конце этого года, и у вас есть цель сделать фестиваль в Нижнем Новгороде, Владивосток, не онлайн, а оффлайн? Ну, знаете, так сразу я не думаю, что мы пойдем по всем городам маршем. Конечно, мы на это смотрим, конечно, нам это интересно, конечно, людям интересно. Благодаря онлайну о нас узнали люди в других регионах, не только России, но и других стран. Но мы такими небольшими, но уверенными шагами, думаю, пойдем в эту сторону. А какая сложность? Вот просто для понимания, все-таки фестивалю 10 лет. 10 лет вы на двух площадках, соответственно, нужна какая-то масштабируемость. С одной стороны, да, окей, онлайн-фестивали – это удобно, меньше затрат. А с другой стороны, все-таки людям хочется прикоснуться, пообщаться напрямую с наукой, с представителями каких-нибудь представителей, связанных с технологиями. Вот все-таки в чем сложность? Это с точки зрения организации сложность? У вас не такая большая команда, сложность именно с взаимодействием с регионами? Потому что я знаю, что наш фестиваль руками также участвует в региональных проектах, представительства и так далее. Но пока еще там подымеет, и все происходит онлайн. Вот в чем сложность у вас с выходом на регионы? У нас самая главная сложность – это команда, потому что действительно команда небольшая, команда хоть и распределенная, но люди находятся либо в Москве, либо в Петербурге. И, конечно, когда ты выходишь в какой-то новый регион, хочется глубже погружаться туда, смотреть, что там на местном рынке происходит, все это увидеть, пощупать, проконтролировать. И для небольшой команды это довольно сложно. Соответственно, когда мы говорим о расширении географии, мы говорим о расширении всего-всего-всего. Вот, собственно, в этом. Я понял. То есть для вас все-таки важнее качество? Конечно, конечно. И у меня последний вопрос, Саш, к тебе. Вот, предположим, я ни разу не был на фестивале. Вот какими, не знаю, тремя предложениями, либо как бы ты могла привлечь меня прийти на фестиваль? Вот что там такого есть, да, что я не увижу на других фестивалях? Там есть люди, которые очень влюблены в то, что они делают, влюблены в свои исследования и обладают какой-то магической возможностью заразить этой любовью всех. Я бы, наверное, предложила проверить, удержитесь ли вы от этого соблазна или нет. Саш, спасибо тебе большое за разговор. Я желаю фестивалю только расти, масштабироваться, привлекать как можно больше участников. И, я думаю, с тобой еще раз встретимся, и ты нам расскажешь, как у вас проходят все эти онлайн-фестивали в этом году. Еще раз спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Пока. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok